Здравствуйте! Вы смотрите программу «Универсальный формат». С вами в студии Юлия Север. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире 202-11-22, телефон, по которому вы сможете с нами связаться, задать свои вопросы, ну и, конечно же, забрать призы, если правильно ответите на наши вопросы. 202-11-22, еще раз напоминаю телефон нашего прямого эфира. Ну и хочется обозначить тему сегодняшнюю. Звучит она так. «Читаем детям о войне». Такая акция прошла в Самаре, не только в Самаре, вообще акция международная. Что же скрывается за этими словами, что же скрывается за этой акцией, узнаем как раз сегодня в эфире. Ну, совсем скоро, завтра, великий праздник. Действительно, праздник, наверное, самый главный. День Победы, 70-летие. И с каждым годом, к сожалению, ветеранов остается все меньше и меньше. И от этого нужно помнить, нужно помнить их подвиг, нужно помнить их победу. И, конечно же, рассказывать детям о замечательном подвиге их, о победе и страшных годах войны. Что ж, как же сделать это правильно, как же рассказать детям правильно о войне, вот как раз сегодня нам ответят наши сегодняшние гости. Я вам представляю всех поименно. У нас в студии Елена Кадейкина, заместитель директора по развитию Самарской областной и детской библиотеки. Здравствуйте. Как раз один из организаторов акции «Читаем детям о войне». Расскажете нам сегодня, в чем заключается цель акции? Да, конечно, несомненно. Рядышком расположилась Наталья Цаль, ведущая библиотекарь Самарской областной и детской библиотеки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Ирина Крекер, психолог Самарской областной и детской библиотеки. Здравствуйте. Я думаю, как раз вот ваше какое-то мнение, ваши навыки абсолютно точно понадобятся родителям и зрителям, потому что нужно подойти еще с момента психологии. Как же правильно рассказать детям о страшной войне и о важной победе. Хорошо. Что ж, ну, знаю, что вчера буквально прям с пылу жара пришли к нам. Вчера прошла акция. Рассказывайте, в чем заключается, в чем смысл акции, как давно существует? Международная акция «Читаем детям о войне» была инициирована Самарской областной и детской библиотекой. То есть эта инициатива пришла вот из нашего региона. Мы ее проводили вчера, 7 мая, в 11 часов уже в шестой раз. Основная идея нашего мероприятия – это одновременно в детских учреждениях проходит чтение книг детям в возрасте от 5 до 14 лет, книг о войне. Самых ярких эпизодов из самых лучших специально отобранных детских художественных книг. Наша акция начиналась 6 лет назад, она стартовала как областная. В итоге вот за эти года нас поддерживают уже детские учреждения из 4 стран. Кроме России, это еще Республика Беларусь, это Казахстан, это библиотека Донецкой области Украины и библиотека, и начальная школа при посольстве Люксембурга, России в Люксембурге. То есть она по-настоящему международная. Нам очень важно, что 79 регионов Российской Федерации заявили о своем участии. То есть у нас по технологии мы сначала собираем некие намерения об участии. Более 4600 учреждений детских заявили о том, что они нас поддерживают, и мы уже получаем конкретные результаты. И мы видим отчеты в сети ВКонтакте. Создана специальная группа, в которой участники акции выкладывают свои материалы. Да, я буквально сегодня перед эфиром заходила как раз в группу ВКонтакте и действительно видела фотоотчеты, какие-то тезисные слова, которые говорят спасибо, опять же, очень много, благодарность, что такая акция существует, что это было очень интересно. На фотографиях видны заинтересованные лица маленьких читателей, точнее слушателей. Слушателей, да. В книге, а то отбираются специально, да, согласно возрасту, да, мы сегодня уже к этой теме, во время эфира об этой теме тоже будем говорить. Отдельно подготовится обсуждение, вопросы для обсуждения прочитанного, чтобы не просто прослушали, да, а и поняли, о чем говорится, да, вынесли какие-то и моральные, да, уроки, какие-то равственные уроки, эмоционально очень это важно. Нам очень важно еще, по нашему сценарному плану, мы просим привлекать к участию в акции ветеранов. Вы уже сказали, что ветеранов осталось так немного, да, а очень много детей, вот благодаря нашей инициативе, увидели ветерана, потрогали медали. Настоящего героя. Да, настоящего героя. И акция традиционно проходит в двух направлениях. Это организация в других, мы координируем, организуем акцию в других странах, в других регионах, и сотрудники нашей библиотеки непосредственно проводят чтение вслух для детского населения. Но у нас есть фотографии как раз. Да, вот сейчас фотографии на экране появятся. У нас концепция такая, мы проводим чтение вслух детям, находясь в сложной жизненной ситуации. То есть мы к себе в библиотеку приглашаем, вот вы сейчас видите в интерьерах библиотеки, дети из социальных приютов, из ветераны, которые тоже у нас были вчера. Ветераны, потом в работниках, в тылу кто работал, да, вот это блокады, жители блокадного Ленинграда. Да, Брикер Александрович. Дети тоже у нас разного возраста, это к нам в библиотеку приходили. Наши сотрудники выходили в детский дом номер три, в санаторий, в реабилитационный центр, в школу-интернат, соответственно, в центр временного содержания. Несовершеннолетних правонарушителей, туда же мы просили прийти вместе с нами ветерана. То есть мы как раз видим, первые были фотографии именно из библиотеки, кто приходил к вам в гости. Вот, это встреча в библиотеке, это вот выходили в один из школ, в одной из школы-интернат, мы ходили в больницу имени Ярошевского, то есть дети, которые находятся на излечении, тоже им были прочитаны, и с ними обсуждались книги о войне. А вот это вот фотографии как раз от центра, видите, этих ребят, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нарядили, то есть они подготовились специально, вот им читают книгу, они беседовали с ветераном. Это очень важно для, это вот наши контакты, контакты нашей библиотеки, это очень важно, ну это всем детям важно, да, и особенно, наверное, тем детям, которым вот нужна реабилитация. Какая-то помощь, поддержка, опять же, со стороны взрослых. Хорошо, я предлагаю о книгах, как же вы подбираете книги, как же составляется этот вот список для прочтения. Чуть попозже поговорить. Для начала все-таки у нас есть сюжет, знаю все мы, что проходит действительно акция еще одна, которая по России, наверное, завоевала всю любовь, это «Бессмертный полк». Люди выходят на улицы с фотографиями своих родственников, которые помогли нам одержать эту победу, которые помогли нам в том, что действительно наша жизнь сейчас замечательная, безоблачная, и все прекрасно, мы улыбаемся и радуемся. Точно так же, конечно же, эту акцию поддержали в Самаре, и, конечно же, юные жители Самары, что очень важно. Давайте посмотрим небольшой отчет. Бессмертный полк снова в строю. В руках у школьников фотографии их погибших родственников, участников Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка Ксенофонтов Борис Сергеевич. В 1943 году попал на фронт. Ему было 18 лет. Мой прадед Кузин Сергей Фадевич родился 1 сентября 1917 года. В 18 лет был призван в армию, а потом сразу на фронт. В 1944 году был взят в плен. Дважды пытался бежать, но немцы пускали собак и избивали, отправляли в лагерь. Третья попытка удалась. Моего прадедушку зовут Агапов Алексей Васильевич. Он родился 13 марта 1931 года. Умер 7 августа 2005 года. Жил в военное время. Ему было 10 лет. Моего прадедушку зовут Дмитрий Федорович. На Дальнем Востоке был майором. Война была с японскими захвачками. Моего прадедушку зовут Тигаршин Худзин Рисламович. Он пошел воевать в 1941 году. В первом году получил медаль за взятие Берлина, за взятие Будапешта. И от нами красная звезда Отечественной войны, первая и вторая степень. Целый год ребята с первого по одиннадцатый класс собирали истории своих родных в рамках акции «Поклонимся великим тем годам». Подключили к этому родителей, бабушек, дедушек. Ценные материалы об участниках войны размещали на городском сайте «Куйбышев. Запасная столица». Мы, наверное, выполнили такую задачу, которую ставили перед собой. Достучаться до каждого ребенка, увидеть слезы на глазах ребенка. Я считаю, что это маленькая победа. Я своим прадедом горжусь. Я горжусь своим прадедушкой за его мужество и отвагу. Я горжусь своим прадедом и также буду любить и защищать свою родину. Я думаю, это прекрасные были видеоматериалы, потому что действительно дети, которые знают о войне, которые гордятся своими родственниками, которые гордятся своими прадедушками уже, это многого стоит, это очень дорого. И вот как раз вам хочется сказать спасибо, что действительно такая акция появилась, 6 лет действует и достигла определенных результатов. Потому что с помощью, опять же, вашей акции юное поколение узнает о войне и задумывается. Вообще задумывается, действительно. Да, эта акция, она появилась не просто так, она была рождена лет 6-7 назад. Мы вдруг почувствовали, что существует в обществе некая ситуация, когда детям уже надо рассказывать о истории о минувших годах. Потому что приходили родители в библиотеку, они спрашивали, а можно ли сейчас читать детям книги о войне? А нужно ли? А не страшно ли это? А может быть, это все уже ни к чему? Ну, ведь это были не просто родители, это ведь были родители, которые были подростками в 90-е годы. В те годы, когда перестала существовать пионерская организация, комсомольская, не было уроков мужества и было некое смятение, в принципе, и на экранах, и в жизни. И вот эти люди выросли, и они чувствуют, что их детям нужна какая-то опора. Ну, и мы подумали, а что лучше, чем книга, может стать поводом для важного разговора с ребенком? И это обязательно не просто книга, а это чтение вслух. Потому что чтение вслух – это очень своеобразный процесс. Вы читаете своему сыну, своей дочке, внуку, внучке и так далее. Вы находитесь не просто в одном смысловом поле. Вы в этот момент находитесь в одном эмоциональном поле. Вы находитесь в этот момент в одном информационном поле. Вы вместе переживаете. Вот если даже ребенок… Ребенок, я сейчас имею в виду дошкольника в возрасте, допустим, 6-7 лет. Потом я скажу, почему от этого возраста. Если он даже до конца не понимает разворачивающий трагический сюжет, всю глубину драмы, но он видит, как читает мама. Он слышит ее прерывистое дыхание, глаза наполненные слезами. Он смотрит, и он тогда… Ведь ребенок не перенимает то, что мы ему скажем. Вот это. Думай, что мы были победителями. Он же не мыслями думает. Он думает всем тем, как переживают взрослые. Он эмоции улавливает. Как они чувствуют. Он улавливает то, что мы называем невербальное. Если маму это событие волнует, если она этим взволнована, маму, папу, бабушку, любого эмоционально значимого взрослого, если это волнует, то и ребенка это не начинает волновать. И тогда у ребенка появляется некое зернышко внутри. Как бы вот это зернышко, на которое потом могут как бы налипнуть, как-то слататься, притянуться, наслаиваться. Какие-то события, которые для него описаны одним, как родина, победа, род. И вот тогда, в период подросткового, в этот период поиска смыслового, в период сложных физиологических проблем, у него будет то, что называется социальной опорой. Эта опора, она заложена вот тогда, давно, вот в том детском возрасте, когда ему начали читать вместе, вслух, мама, бабушка, папа, дедушка, может быть, старший брат, начали читать о минувших годах. Это то зернышко, из которого потом разовьются корни. Вот мы тоже много думали, как бы с какого возраста начать читать, да, книги. Но вот это просто исходя из опыта. Мы пробовали читать и пятилетним детям, я сама читала, вот у меня есть ребята, приходят на занятия пяти лет. Вы знаете, очень многое зависит от того, как дома рассказывают об этом и насколько ребенок как бы впитал семейную историю. То есть у нас был мальчик пяти лет, который на занятиях рассказывал вот стихотворение, песни Висбора о Полоцке, да, этот город называется Полоцк. Мне было удивительно, насколько он хорошо рассказал, и я стала его просто пытать. Как он понимает то, что он рассказал? Вот а что это, а когда это? Ребенок понимал абсолютно все, что было сказано. Он не просто его выучил, он сопереживал вот вместе с мамой, которой они, видимо, учили это стихотворение, он все это сопережил. То есть это было видно в его взгляде, в его движениях, в его действиях. Но для подавляющего большинства детей в пять лет, конечно, рановато говорить о войне вообще. То есть, когда мы говорим об этом, девочка тут же может разукрашивать танк там цветочками, да, или там в розовый цвет рисуночки делать. Это просто в силу того, что сознание ребенка пока не готово, и опыт его пока не готов к восприятию вот таких глубинных трагедий, да, военных. С какого же возраста? Дети 6-7 лет – это тот возраст, когда ребенок, ну и пятилетки слушают, да, и пятилетки слушают. Например, у нас есть в рекомендательных списках произведения о животных на войне. То есть они с большим интересом, им можно смотреть картинки, да, вот, и рассказывать. А рассказывать надо просто немножко по-другому, не текстом. А начать, например, с того, что давным-давно, когда еще не было тебя, не было твоей мамы, бабушки, дедушки, так давно, что наша страна даже называлась по-другому, там, в короткую летнюю ночь, началась война. И сразу сказать, что армия на нас напала очень сильная. Там было больше и танков, и самолетов, и пушек, и мы отступали очень долго. Но потом мы все поднялись, твои бабушки, прабабушки, прадедушки, да, и они объединились, и они победили врага. И вот эта вот нота победы, она очень, так сказать, воспринимается детьми пятилетнего возраста. — Хорошо. С пяти лет, точечно, скажем так, с семи лет уже можно более подробно рассказывать историю. У нас есть вопрос для наших телезрителей. Мы сегодня говорим, конечно, о книгах, о детских книгах про войну, но все-таки военные фильмы, наверное, тоже вы согласитесь, что это отдельный вид искусства. И вот как раз сегодня разыграем билеты в кино. Сейчас очень много интересных военных фильмов выходит нового поколения, но не менее интересных. Ну, вопрос мой звучит так. Из какого фильма фраза? «Командир обязан думать, думать, а не шашкой махать». 202.11.22. Ну, фильм многие из нас смотрели, я думаю, наверное, пожалуй, все, наверное, смотрели. Фильм не новый. Что ж, 202.11.22. Ответите верно, получите билеты в кино. «Командир обязан думать, думать, а не шашкой махать». Что ж, хочу обратиться к вам, Наталья, уже как библиотекарь. Я вижу, что вашими трудами к нам на стол переключивали с ваших полок множество книг. Рассказывайте, что за книги, как отбираете, какому возрасту советуете читать уже? Я, конечно, начну с тех книг, на которых выросло не одно поколение. Это рассказы Сергея Алексеева, «Три подвига», «Талалихин», «Титаев» и много-много еще других рассказов. Они хороши тем, что они, каждый из них короткий, но это своя законченная история. Если же мне, я присоединюсь к Ирине Анатольевне, да, начинать читать в 6-7 лет, это Анатолий Митяев, конечно, рассказы о животных на войне, «Серги для ослика», «Гвардии медвежонок», «Мешок овсянки». Далее, вот эту книгу дети у нас в библиотеке тоже очень любят, потому что им интересно, как дети, вот их ровесники, там в 11 лет убегали на фронт, ходили в разведку, добывали ценные сведения. Это известные имена пионеров-героев. Мы им, конечно, объясняем, кто такие пионеры. Там Зина Портнова, Марат Козей, Лара Михеенко. Все это вот в этой книге Анны Печорской. «Дети-герои Великой Отечественной войны». Можно секундочку, пока прерву вас, потому что у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нина Ивановна. Нина Ивановна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, с каким чувством вы относитесь к празднику День Поведы? С трепетным и семящим. Мой отец был участником войны, и сейчас мне очень важно передать моему внуку, которому 10 лет, все воспоминания, все чувства, которые во мне пока еще живы. Слушайте, ну, я думаю, тогда наш эфир для вас будет крайне полезным, потому что действительно нужно уметь рассказывать детям о войне, и нужно это делать. Что ж, у нас есть вопрос к вам. Ответите верно, получите билеты в кино. Из какого фильма фраза? Командир обязан думать, думать, а не шашкой махать. Ну, почему-то я думаю, что эта фраза из фильма о гражданской войне, о чипа, или может быть, я ошибаюсь. Нет, вы немножечко ошибаетесь, не сможем засчитать вам ответа, но в любом случае ваше мнение, нам было очень интересно. Быть может, поздравите с замечательным праздником, который приближается завтра. Спасибо большое. Все, спасибо вам большое, вас поздравляю с праздником, и я думаю, передаем приветы всем вашим родным, родственникам, любимым, и поздравляем их тоже с праздником. Что ж, давайте мы на секундочку прервемся на сюжет. Парад Победы все хотят, наверное, посмотреть, но наши журналисты были на репетиции Парад Победы, что тоже не менее интересно, не менее важно. Я предлагаю отвлечься нам как раз на сюжет, а после рассказать о книгах, которые у нас еще здесь представлены. Посмотрим. Ожидая команду «Поехали!» солдаты российской армии уже на готове в кабинах своих танков, которые пройдут по площади Куйбышева и дальше по улице Молодогвардейская 9 мая. С таким танком страна может спать спокойно. Танк очень быстрый, маневренный, хорошая броня, просто в управлении. Сейчас заканчивают собирать трибуны для зрителей и проводят инструктаж с охраной народными дружинниками, а также с волонтерами, которые будут помогать гостям на праздновании Дня Победы. Мы должны рассаживать людей по трибунам, оказывать им, естественно, посильную помощь в определении, где их место. Также мы должны помочь ветеранам или потерявшимся людям найти свои места, помочь им сесть также. И, в принципе, если кому-то станет плохо, конечно же, направить их к врачам. Парад Победы репетирует во всех городах. На Красной площади в столице москвичи знакомятся с новейшим танком «Армата». Большинству зрителей, конечно, хочется посмотреть именно на военную технику. Мощь и гордость страны. Самое интересное – это все-таки историческая часть, когда мы можем наблюдать именно те танки, те единицы, которые воевали именно в 41-45 году. И когда мы смотрим на ветеранов, когда они видят именно те машины, которые проезжают, у них бегут слезы, они это все вспоминают, и мурашки хотели быть. Завершаются последние приготовления к грандиозному празднику, который пройдет в Самаре 9 мая. Великий день победы будут отмечать с размахом. В этом году площадь Куйбышева может вместить рекордное количество зрителей. 30 тысяч человек смогут полюбоваться парадом военной техники и не только. Здравствуйте! У нас есть звонок, если я не ошибаюсь. Как вас зовут? Меня зовут Гузель. Гузель, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы любите ли литературу о войне, читаете ли книжки? Может быть, помните свою первую книгу о войне? Первую книгу о войне? Нет, к сожалению, уже не помню. Сейчас уже не вспомните. Что ж, ну, есть ли дети у вас, племянники, быть может? У меня есть, да, двое детишек. Ну, им будете читать книжки о войне? Да, конечно. Посмотрим вместе фильм «Судьба человека». «Судьба человека». Это вы отвечаете на вопрос или пока еще не отвечаете? Давайте, хорошо. Из какого фильма фраза? Командир обязан думать, думать, а не шапкой махать. Не шашкой махать, извините. Что еще раз? Это фильм «Офицеры». Вы уверены? Да. Ну что ж, ну, действительно, верно. Вас не сбить, я вас поздравляю. Два билета в кино достаются именно вам. Выбирайте фильм, который вам понравится. Ну и, конечно же, принимайте мои поздравления с праздником, с великим праздником. Ну, действительно, праздник со слезами на глазах, потому что невозможно не плакать, невозможно не вспоминать того ужаса, который пережили наши предки. Но помнить это надо, и поэтому книги нам в этом помогают. Наталья, продолжайте свой рассказ. Что еще советуете почитать? Да, и когда ребенок уже начинает взрослеть, и осознавать не просто, что это вот праздник, день победы, торжественное событие, а осознавать трагедию войны. Вот новую книгу Геннадия Черкашина «Кукла» я бы рекомендовала для совместного чтения родителям с детьми. Здесь замечательные иллюстрации питерских художников, братьев Троугод, и все, вот ждешь-ждешь в этой книге счастливого конца, но, к сожалению, его не происходит, и действительно она позволяет осознать трагедию, понять войну как трагедию. Ну, и тоже, наверное, для начальной школы одна из новых книг Петр Захарович Горелик, «Семейная реликвия». Петр Горелик – человек удивительной судьбы. Он прошел всю войну, от Москвы до Берлина, но писать начал только в глубоко зрелом возрасте. Да, и здесь, почему называется «Семейная реликвия»? В семье хранится шкатулка с пуговицами. Одна из них была у знатной дамы, и вот другая там отводит нас в историю Отечественной войны 1812 года, и, наконец, две маленькие пуговички со звездочками. Одна из них принадлежала летчице, а другая – герою, солдату, герою Великой Отечественной войны. И вот эта книга пробуждает у ребенка интерес, чтобы он дальше-дальше искал, изучал, познавал историю. Удивительная книга. Тоже для этого же возраста. Знаменитая книга в новом переиздании «Нисон Ходзе. Дорога жизни». Здесь документальные фотографии тоже, наверное, родителями и с детьми. «Блокады Ленинграда» – одна из самых трагических страниц в истории войны. Рассказы «Льва Кассиля», конечно же, рассказ об отсутствующем у классной доски, «Держись, капитан». Эти рассказы пробуждают чувство гордости за свою страну, за свою родину и сопричастности тоже к нашей общей победе. И вот хочу еще вот такую замечательную тоже книгу, она тоже переизданная. Юрий Герман, вот как это было. Наконец, мы очень много на своих мероприятиях рассказываем детям о том, какой наш город и наша область бы огромный вклад внесла в победу. И книга, кстати, составлена библиотекарем Альбиной Липатовой, Самарских улиц и Мина. Дети с удивлением узнают, что они вот живут на улице Ивана Булкина, что был вот такой вот воин-поэт, или улица Фадеева, летчик, волжский богатырь, там более двух метров роста. И у них загораются глаза, у них появляется чувство гордости за свой родной край. В первую очередь. Ну и для подростков в издательстве «Самокат» вышла вот такая замечательная серия, как это было. И уже достаточно много книг в этой серии, но про эту хотела бы, тоже мне особенно сказать хотелось, Вадим Шефнер, который и пережил блокаду, и служил во время Великой Отечественной войны. Здесь есть все, затронуты все темы, которые интересуют именно подростков. И любовь, и дружба, и, наконец, самая новая книга, которая... Такая не детского такого масштаба. Да. Она, конечно, не только для подростков, а скорее и для родителей, для дедушек и бабушек. Детская книга войны, изданная вот аргументы и факты. Здесь собраны дневники более детей, более половины из которых не были ранее нигде опубликованы. Вот такая уже 2015 годная книга. Слушай, наверное, очень интересная. Удивительная книга, да. Спасибо большое. Очень, правда, действительно интересная литература. И мне кажется, я бы сама бы многое что почитала. Даже не то, что дети должны знать, а взрослые, это, наверное, акция не только направлена на детей. Как вы говорите, да, то, что читаем детям о войне, но в первую очередь читают взрослые, поэтому своим же детям, и они узнают историю, как-то, опять же, проникают, да, через детскую литературу. У нас есть второй вопрос для наших телезрителей. Разыгрываем мы билет на концерт группы «Стигмата». И, собственно говоря, вопрос он звучит так. Как зовут вокалиста группы? 202-11-22. Ответите верно, получите два билетика на концерт любителей российского металл-кора. Ну, я думаю, возможно, и быстро сейчас заберут этот замечательный билет, этот замечательный приз. 202-11-22. Как зовут вокалиста группы «Стигмата»? 202-11-22. Напоминаю напоследок вам. Что ж, я знаю, Елен, что эта акция, ну, не просто так осталась, не то что в стороне, не только дала какие-то результаты, я имею в виду, участникам этой акции, но и вам. Правильно? Да. Рассказывайте. Вот шесть лет существует эта акция, я уже об этом говорила. Я все шесть лет являюсь координатором акции, проведения этого мероприятия. И в этом году деятельность учреждения, моя деятельность очень высоко оценена. Я получила премию губернатора, губернскую премию в области культуры и искусства за 2014 год за организацию проведения акции «Читаем детям о войне». Кроме всех, ну, то есть задач и важности этой акции для детского населения, да, эта акция важна и для нашего региона, потому что о нашем регионе узнали, ну, благодаря именно этому мероприятию в разных уголках нашей страны, да, то есть мы и за рубежом, да, и мы, ну, может быть, это слишком громко сказано, но свой вклад в имидж региона мы вносим тоже. Это не громко сказано. Я могу сказать то, что как человек со стороны это абсолютно объективно сказано. Ну, да, если в поисковой строке набрать акции, читаем международные акции, читаем детям о войне, три миллиона ссылок на это есть. Но это самое важное, да, это наш девиз нашей акции, это, наверное, самое главное. Это помнить можно только о том, что знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет что помнить. И мы предлагаем использовать такой проверенный, интересный, нужный инструмент, как детская книга. Мы приглашаем к нам в библиотеку. Мы и в наличии имеем книги новые, и уже те, которые читали родители в детстве, да, мы и подсказать можем, что выбрать. И с удовольствием ждем. Мы работаем 10 числа, сразу после 9 мая, 10 уже приходите к нам в учреждение, мы вам поможем. И подберете книги, расскажете детям о войне. Что ж, ну у нас есть еще один сюжет. Музей боевой славы, это, наверное, тоже очень важный объект памяти. И вот еще один такой музей недавно открылся. Но прежде чем уйдем на сюжет, давайте примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Нарусинка. Очень приятно. Очень хочу поздравить всех с праздником Победы. С самым великим праздником. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, у вас из родственников, быть может, кто-нибудь отстаивал нашу страну? Да, конечно. Оба деда воевали. Так и садись. Что ж, ну я вас тоже поздравляю с этим праздником, как мы уже сказали, со слезами на глазах. Знаете, не хотите ли побороться за приз, билеты на концерт группы? Давайте. Как же зовут вокалиста группы? Артем Лоских. Слушайте, ну вы прям молодец. Да, действительно, именно так. С 2003 года возглавляет он эту группу. Я вас поздравляю, два билета на концерт достаются именно вам. Ну и поздравляю вас с наступающим праздником. А мы смотрим сюжет о открытии музея боевой славы. С зубной пастой и кремом для обуви. На русскую землю немцы шли с расчетом остаться надолго. Самарские поисковые отряды несколько лет ведут раскопки под Оржевом. Среди находок – личные вещи, документы, оружие солдат советской армии и фашистских захватчиков. Самые ценные находки для поисковиков – останки бойцов, пропавших без вести. Личность некоторых удается восстановить по специальным медальонам с именами. Такой медальон найти – это огромная редкость, потому что в основном бумага портилась от времени, медальоны терялись или иногда не заполнялись вовсе. Все бойцы, личность которых была не установлена, были похоронены на кладбище в деревне Верегина. Все исторические находки теперь будут храниться в музее 41-й школы. Всего их порядка 200. Здесь школьники могут воочию увидеть, с каким оружием в руках шли в бой их прадеды, какими лекарствами спасались, какие письма писали домой. Очень понравились вырезки из газет «Правда», потому что они действительно пропитаны каким-то духом газеты тех лет, и чувствуешь себя на месте читавших их. То есть ты раскрываешь газету, первый раз видишь известие о победе, слышишь голос Левитана по радио, и, конечно, ты проникаешься. Подвиг, который совершили люди в Великой Отечественной войне, его всегда надо помнить. И ни в коем случае не забывать, особенно в такое время, когда пытаются переписать историю. В 41-й Самарской школе в год 70-летия Победы проводится большая патриотическая работа. Школьники встречаются с ветеранами, ездят на экскурсии по городам-героям. Не только этот год, и не только эта знаменательная юбилейная дата, но и вся оставшаяся жизнь детей, конечно же, наших, она пройдет с той памятью, которая у них сформирована, сейчас сформируется в школе. В преддверии празднования Дня Победы в 41-й школе прошла торжественная линейка и концерт. Также школьники смогли попробовать настоящую солдатскую кашу. Читаем Детям о войне. Сегодня у нас организаторы акции с таким названием. Ну, собственно говоря, она остается не так много времени до конца эфира, поэтому я предлагаю какое-то наставление, наверное, какое-то поздравление Елене. Я хотела сказать, что вот сейчас мы видели сюжет о музее, да, в нашей акции. Нашу акцию поддерживают не только учреждения культуры, учреждения образования, да, то есть у нас активно участвуют и музеи в том числе. Книга читается еще и в обстановке артефактов, да, того времени, тех вот вещей, которые эмоционально тоже на детей действуют. И мы, понятно, что мы профессионалы, мы призываем читать книги о войне, да, вводите детей, читайте книги, приведите их на парад, поздравьте ветерана, который идет вам на встречу с праздником. И хочется поздравить всех с наступающим Великим Днем, нам, ну, это такой шанс, да, вот 70 лет победы, такой юбилей, их не так много, остается ветеранов. И в такой день, голос дрожит, да, у всех, я понимаю, всех поздравляем, хорошего настроения, всем здоровья и всего хорошего. Хорошо. Присоединятся ли коллеги, Ирина? Да, безусловно. Мы поздравляем всех телезрителей с наступающим праздником, поздравляем наших читателей, их родителей, бабушек, дедушек, и всех тех, кто еще не успел привезти к нам своих детей или не успел сам прийти. Приходите, мы вас ждем. Читайте книги про войну, читайте книги про жизнь. Всем удачи, любви, радости и счастья. Ну и Наталья? А я хочу тоже поздравить всех с Великим Праздником, с Днем Победы. И хочу сказать низкий поклон детям, которые пережили это страшное время, и, конечно, ветеранам, мы должны, обязаны пронести эту память и детям нашим, и внукам. Передать эти знания. Передать, да. Ведь наша память – это совесть, как сказал Юрий Воронов, а поможет нам в этом, конечно же, книга. Вам спасибо большое за ваше дело, спасибо, что были у нас в эфире. Ну и, конечно же, я присоединяюсь к поздравлению. Поздравляю вас с этим великим праздником, самым главным, наверное, праздником для нашего народа, для нашей страны, да и вообще для нашего всего мира. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова